Музей елочных игрушек Именно здесь ребенок попадет в волшебную сказку, а взрослый вернется в далекое детство. Музей елочных игрушек на базе исторического музея открывается уже в седьмой раз. Здесь представлена часть мировой коллекции елочных игрушек. Посетители, которые приходят к нам в музей, чаще всего приходят как раз-таки получить вот это новогоднее настроение, окунуться в эту праздничную атмосферу. Здесь же у вас будет возможность познакомиться с традициями празднования новогодних праздников у разных стран, узнать, чем отличается Дед Мороз от Санта-Клауса и не только. Каждый год коллекция дополняется чем-то новым, коллекционер старается удивлять посетителей. Посетителей познакомят с историей создания самой первой елочной игрушки. До 19 века, а точнее до 1847 года, украшали новогоднюю ель яблоками, а после в Германии в городе Лауш выдался неурожайный год. Город Лауш сам по себе очень славился стеклодувами. И вот один из них решил заменить настоящие яблочки искусственными, то есть стеклянными. И так как раз-таки появились первые стеклянные елочные игрушки. Здесь можно увидеть как раз-таки интересный способ украшения самих игрушек, такой металлической нитью, и у этого есть особенное название Леони Ждрёта. В экспозиции представлены уменьшенные копии картин Марка Шагала, Ивана Шишкина, Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Виктора Воснецова, Айвазовского, Леонардо да Винчи, изображенные на стеклянных шарах. Посетители выставки смогут увидеть экспонаты из Европы, Азии, Китая, Австралии, Америки и Африки, аналогов которым нет ни в одном европейском музее. Перед нами представлена жемчужина коллекции музея елочных игрушек, шар Австро-Венгерской империи, конец 19-го, начало 20-го века, именно этот шар украшал одну из елок на Венском валу. Прогульваясь вдоль витрин со старинными украшениями для елок, цветными шарами и хрупкими винтажными игрушками, гости музея почувствуют атмосферу теплоты зимних праздников и вдохновятся на поиски необычных подарков для своих близких. Выставка работает до конца января. Виктория Дивановская, Александр Мирошниченко, Агентство Минск Новости.